Виктор Шалай Я заместитель директора Приморского государственного музея имени Арсеньева и куратор проекта Леонора Прей Леонора Прей это одна очень славная американская женщина которая по судьбе выпала прожить во Владивостоке в самый драматичный период его истории не только его, а и в истории страны это конец 19-го, начало 20-го века 36 лет она прожила во Владивостоке как жена американского предпринимателя искренне полюбила и эту страну, и этот город и имела одно очень странное по тем, да и по нынешним временам увлечение она страсть как любила писать письма и за 36 лет жизни во Владивостоке отправила порядка 16 тысяч страниц писем своим родственникам в Англию, в Китай и в Америку я думаю, что по тем временам, когда она жила то есть до 1930-го года жила во Владивостоке другого средства сообщения, ну за минусом телеграфа, не было ну то есть так, чтобы поделиться эмоциональной и впечатлительной женщине тем, что она видит пожалуй, были только письма она их мастерски в полной мере использовала для того, чтобы передать свои впечатления но по временам сегодняшним это, конечно, очень похоже на некий живой журнал который она вела вот так на дистанте упаковывая раз в день, иногда и несколько раз в день свои впечатления за прошедшее время иногда о больших, иногда об очень маленьких событиях, как мы сейчас делаем когда пишем в своих блогах может быть о погоде или о том, что произошло в транспорте или о том, как прекрасно пили птицы то есть то, что в своих мемуарах мы вряд ли когда-либо описали очень похоже на то, что происходит в электронных журналах в сети она очень подробно описывала то, что с ней происходит во Владивостоке во многом еще и потому, что таким образом она пыталась их ну не то, чтобы убедить, а объяснить, почему это хорошо и интересно во Владивостоке она до мелочей препарировала всю прелесть своего дня для того, чтобы так ненавязчиво, силой своего пистолярного мастерства убедить, что мне здесь замечательно вот там откуда я, там где вы живете, тоже хорошо, там Родина но поверьте, вот в этом замечательном городе, который я люблю быть может больше всех на свете мне так, как нигде больше не будет ну аж когда вышла книга, комьюнити Элеонора Прео увеличилась ну ровно по количеству тиража и даже, наверное, раза в четыре больше потому что книга ходит по рукам и люди ее перечитывают, ходят с ней по городу вот сейчас мы издали дополнительный тираж, надеемся, что комьюнити увеличится по прошествию 100 лет важным и наиболее значимым как раз зачастую становятся те подробности, которые тогда были второстепенными чем дольше мы живем, чем больше проходит времени, тем больше у нас запрос на повседневное на то, что составляет радость жизни одного человека тогда это ее индивидуальная радость сегодня, через 100 лет, впечатления от одного единственного дня и подробности, которые она приводит, важны гораздо большей аудитории поэтому в этом смысле да то, что есть в ее письмах, это то, чего нет ни в одной газете и по определенным правилам, которые я уже озвучил, попасть туда они не могли ну если, конечно, это небольшие государственные события там, коронация или война, упаси господи но дуэль двух офицеров или китайской лодки, которую не слило людами к русскому острову или эллиминация на торговом доме Кунст-Альбертса, вряд ли попадала в пресс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok